здравствуйте сегодня я буду рисовать дома значит здесь у меня осталось поверхность земли дороги река или канал какой-то здесь с двух сторон закрыт таким забором и дальше идет поверхность земли которая будет у меня на которой будет стадии дома значит я нарисовала эскиз карандаш карандашом но значит нарисовала так что я не вижу здесь земли и у меня все время такое ощущение что дома стоят вот прямо совсем совсем возле канала вот реки нету здесь не дорожек не да не какой-то общем местности нету земли и у меня получается какой-то такой знаете не горизонт ну то есть поверхность земли имеет какие-то туда углубления потому что вот я нарисовала вот вот это такое ощущение что здесь земля ниже здесь выше в общем мне нужно вот этот вот на первый взгляд правильный рисунок когда я рисовала сейчас немножко видоизменить то есть я сделать должна здесь какую-то дорогу поэтому дома я должна уменьшить значит точка схода у меня здесь и по точке схода дома будут преломляться боковые стороны у меня видимость идет боковой стороны и передней стороны поскольку мы стоим в начале картины мы видим переднюю сторону но все действие световое обращено к боковой стороне этот свет падает на начало передней стороны дома и хорошо падает на боковую сторону потому что он везде светит вот так отсюда войдет темнота и только начало вот здесь будет светлой поэтому сейчас я вида изменю дом я сделаю вот окно у меня значит до низа остается промежуток как бы ну цоколь называется дома точно так же я поступлю здесь только сделаю этот цоколь чуть меньшего размера здесь уже боковая сторона уходит ее не видно можно уменьшить дом тогда земля будет поднято значит с точки я сейчас на линейке покажу будет лучше видно значит с точки схода все боковые стороны домов здесь будут хорошо видны вот . схода значит я вот эти боковые стороны здесь все прочерчу потому что вот это уже идет бордюр не бордюр внизу а общем на заборе полоса верхняя не знаю как она называется и вот это все будет виде видимость это все будет видно смотрите вот она по точке исхода я делаю сейчас правильно эти все дома это будет боковые стороны видны значит и вот эти низы тоже видны точно так же значит я должна здесь нарисовать ну пусть здесь будет большие окна которые будут до самого низа например этот пусть будет такое здесь у меня тоже будет соколь здесь уже прямое значит смотрите теперь я дома чуть-чуть укоротила но я создала вот здесь поверхность земли видите это это нету этого здесь здесь везде земля вот сейчас я закрашу карандашом землю чтобы мне хорошо было видно видите я ее закрашиваю карандашом расчетчиваю по горизонтали то есть я рисую поверхность земли почему создается такое необычное такое в голове все время преломляется неправильно потому что вот здесь нарисовано отражение вот она это отражение все время мозг мне дорисовывать не отражением а высоким забором вот здесь у меня получается низкий забор здесь высокий значит у меня заведомо идет преломление воды понимаете хотя это все вода вот кот пришел и щенки побежали все до кота он живет теперь на поверхностях вот такой будет у меня вот здесь нарисую прям цоколь ну может быть отличительная особенность будет от дома дома отличаться это будет окно магазина это будет соколь это уже дома не так прорисована но здесь окна легли правильно и получается у меня видите трехэтажные дома ну вот это чуть повыше вот теперь если не брать во внимание вот эту часть эту часть мы разберем с вами в следующем уроке и увидим где где у меня здесь ошибки ну поскольку я рисовала отражение здесь поэтому принципе здесь не будет ошибок потому что здесь будет цветовое продолжение домов но смотрите как здесь хорошо земля видна и я если например вот представить что это вся поверхность одинаковая то теперь у меня земля тоже одинаковая видите у меня нету выше поверхности или ниже то есть вот она у меня но если не брать канал во внимание она у меня уже на одном уровне значит возле каждого дома я могу прорисовать теперь фонарь вот такого примерно размера фонарь ну доходит он до второго тут этажа примерно возле каждого дома ну вот тут фонарь значит смотрите чтобы нарисовать увеличение фонарей я должна точно так же вот так делать и эти фонари у меня вот так будут выглядеть смотрите теперь за счет того что я нарисовала вот казалось бы фонари у меня должны вот так вверх идти но это же неправильно у меня идет все с точки схода и проекция меняется то есть увеличивается здесь размер но он соответствует размеру дома фонарь соответствует размеру дома видите и как я вышла из этой ситуации я сначала определила средний фонарь то есть по среднему дома не здесь а среди нам не для моего восприятия так было легче определить размер можно фонари поставить возле дома можно поставить возле канала вот здесь они опускаются смотрите и стоят возле канала поэтому я должна решить какой меня будет ландшафт я оставлю возле канала и и тогда у меня получится или возле дома или возле дома значит если возле дома тогда вот этого нет он вот здесь заканчивается вот здесь вот здесь заканчивается это я . обозначу сейчас изменю ну как бы закрашу карандашом возле дома и тогда он будет отсвечивать на дом смотрите то есть вот этот цвет я буду рисовать увеличивая в размере вот так и буду расцветку давать на доме мало того что эти фонари будут освещать поверхность боковую эти фонари будет освещать еще больше поверхность возле дома да я так и сделаю значит возле дома фонари здесь подразумевается какие-то прогулочные дорожки можно по-любому и здесь можно поставить но тогда от свет на дом я не буду давать так в общем выбираем то что нам нужно наша цель наша цель сделать пятна вот эти красивые и нарисовать здание значит как я буду подходить к рисованию зданий и той ландшафт я придумала значит начинаются они возле домов здесь подразумевается какая-то тут прогулка ну в общем дорожка или тут могут быть машины ездить тут дорога вполне нормально ложится и итак сейчас я буду рисовать раскрашивать зданием по такому типу значит чтобы показать удаление эти здания должны быть светлее это должно быть самое яркое теперь боковая сторона должна быть светлее чем сторона которая к нам лицом направлена дома то есть с окнами потому что свет отсюда отражается с вот этих мест дальше вот эти боковые стороны вокруг фонаря самые яркие и яркие вот здесь в середине потому что это на них вверх будет потемнее вниз потемнее видите как интересно и мы покажем вот здесь на каждой на каждой половинке вот это здание на каждой части здания в общем на стене мы ее так и цветом темнее темнее светлее разберем что у нас будет и этот цвет отражаться здесь и вот этот цвет отражаться и мы просто нарисуем эти стены значит начну я рисовать со светлых стен и с этих фонарей да я вообще начну с фонарей потому что как здесь я фонари разносила так и здесь я должна буду нарисовать здесь желтый оранжевый и красный цвета и потом перейти в коричневые в коричневые цвета зданий здание здесь коричневые землю я потом определю какая у меня будет по ходу того как я нарисую здание значит если разбирать красоту вот вот эту красоту смотрите здесь получается желтый оранжевый красный и фиолетовый и этого фиолетового много если его сюда не занесу у меня будет перевес по цвету значит я должна определиться цвет крыш я сделаю вот таким цветом фиолетовым это будут фиолетовые крыши и дальше здание уже у меня будет коричневый итак я начну с фонарей желтая вокруг фонаря здесь желто-оранжевая и дальше цвет я не буду распространять после оранжевого пойдет коричневая или как здесь вот чуть бежевая тут коричневая значит две краски у меня должно быть желтая и оранжевая здесь у меня была лимонная поэтому я поддерживаю дальше лимонный цвет поскольку у меня здесь не квадратные пятна округлые вы знаете что эту картину я рисую по мотивам афримова но его квадратные пятна и его такая как бы особенность изображения я заменила круглыми пятнами и хочу посмотреть как это будет картина выглядеть но то что у меня уже создана мне очень нравится вы смотрите я сейчас закрасила весь круг но в чем здесь еще особенность этот круг не должен выходить за территорию здания он отражается свет на зданиях это не сам по себе возле фонаря возле фонаря саму по себе дальше свет только красивым своим отражением на каких-то поверхностях понимаете вот в чем и интерес вот этого рисования здесь я как бы рисую формами предмета то есть я тем что раскрашиваю в разные цвета формы разные там здания деревья тут будут лавочки на самой картине я подбираю тона цвета подбирают она в общем темнее светлее все это у меня персональная вот здесь на картине все это в общем индивидуально я уже давно не смотрю на образец образец я брала карандашный набросок а уже саму цветовую здесь раскраску я это уже лично придумываю сама что мне нравится но поскольку я изучала какой-то там момент вот этот градиент цветовой поэтому здесь все эти правила я применяю не просто так я рисую какой-то вот что у меня там рука взяла и почерпнула какую краску и такое занесла нет я все таки руководствуюсь всеми этими правилами то есть светлее дальше даль светлит контуры более размытые вдали все это нужно поддерживать чтобы прийти к положительному результату то есть положительно нарисованной картине поэтому чем отличается новичок от художника художник этот путь весь знает он предполагает что у него получится а новичок этот путь весь не знает и не предполагает он рисует вот моментом здесь и сейчас знаете в момент когда нахождение художник же знает что если он сделает так то он придет к этому результату итак у вас если вы будете рисовать одну две три картины изучая вот эти правила вы уже будете знать результат которому эти правила приведут вам будет легче потом фантазировать как я вот например я знаю что здесь должна быть бирюзовость у горизонта там где свет фонарей или свет города или просто так небо садится солнце оно немножко создает бирюзовость все эти моменты вы запоминайте и потом будете их применять сейчас пока я разговаривала красочка немножко мне подсохла и теперь я могу делать оранжевый цвет я помню что у меня его нет с прошлых еще видео поэтому оранжевый я буду делать из красного и желтого у меня есть вот такой горячий желтый цвет и есть красный длинно что ли 1 а 2 1 Я не должна забывать, что у меня квадратная кисточка. Сейчас, если я здесь начну рисовать, это будут квадраты. Мне же нужно здесь нарисовать точки. Сам вал я обвожу ярко-оранжевым. Он сейчас, если вы можете заметить, припадает мне на другое здание. А я только что говорила, что я не буду рисовать выход этого за территорию. Поэтому я буду потихоньку исправлять потом с самим зданием, когда начну его рисовать. Итак, я взяла кисточку и теперь должна проставить точки. Поскольку я картину рисую уже несколько дней, она у меня тут высыхает, я могу рисовать по-другому. Сбивается ритм вот этого рисования. Ну, то есть ты забываешь изначально саму вот концепцию рисунка, что ты от него хотела. Поэтому я должна проговаривать себе. Ну, вы будете об этом мечтать. Я это проговариваю вслух, чтобы вам было понятно и мне было понятно, что я должна рисовать пятна кругленькие. Сейчас я вспомню, какими я кисточками рисовала, потому что кружки должны быть более-менее круглые и более-менее одинакового размера с вот этими. Я их не должна делать меньше. Вся здесь прелесть от того, что здесь все как бы одинаково. Даже даль кружки у меня не меняются размером. Ну, это у меня стиль такой. Сейчас я выбрала и я его стараюсь нарисовать. Значит, я рисую только кружки оранжевого внутреннего круга. Видите, я внутрь располагаю, наружно еще не располагаю, потому что нету основы. Сейчас я просто рисую еще оранжевый свет. Здесь его много, потому что он вдали и его желтый почти не видно. Если вы прищуритесь, вы сможете увидеть образ оранжевый, налегающий на желтый. И, значит, вот это желтое пятно надо будет сформировать, чтобы оно было более-менее ровное. Вот я прищуриваюсь и смотрю, где я хочу эти пятна добавить. В таком варианте я оставляю. Сейчас, как бы, кажется, что это, ну, ни к чему такая история тут нарисованная. Но когда я нарисую здание и этот оранжевый свет распространю на здание, то есть я буду вращивать в само здание вот эту световую концепцию, ну, как бы вот так, тогда вы поймете, что это будет на самом здании свет. Итак, я рисую боковую часть здания, которая вот эта, без окон у меня, боковая часть здания должна быть светлее, чем передняя, то есть направленная ко мне. Почему? Я уже рассуждала это, потому что вот эта вот масса этого света, она падает сюда, она освещает это здание. Значит, вот эта часть коричневого должна быть светлее, чем вот эта. Здесь я беру светло-коричневый, здесь начну брать темно-коричневый. Итак, я выбираю светло-коричневый тон, но он должен быть не очень яркий. Почему? Потому что все-таки это ночи, фонари, и все равно коричневый здесь приглушенный. Приглушенный. Вот я выберу вот этот, очень красивый. И большой кистью я как бы залью всю территорию боковой стены. Вот как здесь заливала, ну, это так образно я говорю, заливала. Вот как здесь, так и вот это залью. Первое здание полностью парокрашу стену до оранжевого тона. Вот так вот. Соколь здания, который я хотела отделить, я пока закрашу тоже этим же цветом. И уже буду отделять его пятнами. Также я могу поступить со вторым зданием, потому что это здание еще близко к нам, и мы его хорошо видим. Я сделаю его такого же цвета. Следующее здание я должна, по идее, сделать светлее. Поэтому я могу в эту же краску добавить, немножко белее. У меня вот есть светло-серая, для этих целей она пригодна. И у нас как бы будет не убираться сам цвет краски, она будет чуть бледнее. Вот так вот. вот тут я вылезла на эти все детали потом я подровняю сейчас максимально раскрасить надо ровно потому что мелкие эти все детали так смотрите правильно ли я сделала правильно еще последнее здание можно было еще засветлить поэтому я добавлю немножко белого еще сюда и сделаю наиболее светлую сторону то есть она будет не яркая она будет такая знаете белесая но отличаться по тональности и так мое здание хоть и на немножко но по цвету различается и я вижу этот прекрасный уход здесь будет самая яркая темная часть я ее должна прокрасить это будет передняя часть здания коричневая темная краска я должна выбрать такую краску которая будет коричневая но не сильно не сильно уж и затемненная и прокрасить этой краской все здание кроме окон они будут черные или цветные окна буду рисовать я потом аккуратненько их буду выводить если рассуждать то у меня вот это край самый затемненный а сюда он светлый но я сейчас буду прокрашивать все одинаковым тоном а потом разницу цвета выдам пятнами цветными и и будет очень красиво я буду применять пятна к месту и в то же время этими пятнами буду рисунок свой как бы делать светлее и бледнее вы видите что сложности пока я не испытываю в рисовании никакой я просто вот всю поверхность прокрашиваю одним цветом это сможет любой из вас здесь просто нужно аккуратно вы подвести вот этим световым пятнам их не трогать здесь вот я вылезла уже для этих целей я использую плоскую кисть потому что плоской кистью хорошо вот рисовать краевать здесь ровный он должен быть максимально ровный компьютер мой наверно сломался картинку не выдает хард хард диск что пишет там чек не могу посмотреть картину этого время с которой начинала на потом в телефоне открою сейчас мне это не надо сейчас я как бы в такой видите момент у меня не с чего срисовать значит я буду рисовать теми воспоминаниями которым не остались просматривая картину и что-то запоминая что-то рисуя до этого поэтому такой форс-мажор не работает компьютер картинки нет вообще конечно очень хорошо когда просто что-то вот я рисую например когда сирень у меня может быть сирени открыто совершенно не та которую я рисую я рисую там придумываю на ходу до сирень но фотографии обычной сирени у меня перед глазами не знаю почему но мне это вот знаете облегчает восприятие настраивает меня на вот ритмик от этого изображения сейчас бы конечно здание если бы были бы открыты я вот рисовала бы здание немножко подритушировать значит нет буду продолжать следующее здание рисовать с добавлением бежевого у меня здесь есть уже наведенный которые я боковые рисовала он будет немножко засветлен цвет прямо самая малость но он будет другой видите как хорошо плоская кисть она сразу мне тут дает полоску так здесь я решила будет у меня витрина магазина она будет хорошо смотреться и она знаете даже если не рисовать и дальше людей идущих там по городу например не вырисовывать смотрите как интересно мы поступаем каждая последующий домик я делаю более светлый хотя вот если порассуждать в ночи может быть они наоборот должны быть темнее ну здесь я рисую перспективу и мне хочется чтобы она была показана как изменением размера в точку схода уходящим так и изменением цвета более темное светлее 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 боковые стороны и вот эти стороны теперь я прокрашу фиолетовым цветом всю крышу она будет у меня одинаковая одинаковая не буду высветлять мне хватит того что я высветлила в домах свет сделала такой фиолетовый здесь будет хорош потому что у меня холодного оттенка неба конечно крыша может быть и любая в том числе и красная например но я уже рисовала вот такие фиолетовые крыши они очень смотрятся красиво и сейчас она просто однотонная со всех боков даже с теневой световой я здесь нарисую небольшие пятнышки и пятнами покажу затемнение или засветлением крыша будет у меня светлая конечно если посмотреть крышу как бы ночью она темная такой-то яркости не будет пусть будет мы же художники это ж нас ж такой ход прием такой художественный значит картины там спрашивайте мои можно ли там акриловыми красками какие-то картины рисовать я думаю что можно и всегда отвечаю что рисуйте любыми какая разница законы художественные они распространяются на любую краску потому что вот перспектива она какой краски относится к акриловой или масляной нет к любой везде любую даже гуашь вы возьмете или там еще какую-то краску водорастворимую возьмете вам везде нужна будет перспектива а в рисовании вот на пейзажах это первое дело значит у любой крыши затемнение под козырьком чтобы показать что здесь у меня нависающий момент крыши всегда нужно проводить более темную полоску причем с обеих сторон но не забываем что у нас здесь перспектива не прямая полоса жуля хватит скандалить сегодня одного щенка хоть у меня забрали осталось 4 так немножко можно отделить хорошо так так красиво мне нравится главное чтобы были ровные края теперь я прокрашу сами окна они будут у меня черные потом я возьму бирюзовые очень красиво смотрится в общем фиолетовый возьму такой как крыша и создам окна внутри и потом рамы обведу можно делать однотонные можно делать например там какие-то там а еще вносить сюда у меня будет просто однотонные вот если оно фиолетовое то будет фиолетовое я представляю что это у меня разный свет горит например внутри помещения и какие-то шторы закрытые потому что но разные и были моменты когда я там шторы выписывала но какой-то хотелось там интерьер внутренний нарисовать как бы это общем движение но все эти детали это же такое дело по желанию и одновременно я должна сравнивать сейчас не пятна вот здесь а большие не пятна я имею ввиду маленькие пятнышки а большие пятна я должна сравнивать красиво у меня получается или некрасиво три ряда фонари очень красиво мне кажется надо немножко подправить подправить стеночку и лимит тк не 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 доделать в чем ровнее тем будет красивее картина аккуратнее она прям таком многообразии она все равно аккуратно очень мне нравится картина еще я наблюдаю за теми мазками акриловыми красками предыдущую картину что я рисовала здесь эти мазки квадратные и домики видите вот в таком большом квадратном стиле нарисованы но красиво смотрится поэтому это акриловая тоже краска здесь еще мельче и знаете и так рассуждаю рассуждаю сама себе думаю чем мельче 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 и мы к реализму поддвигаемся ближе потому что все-таки реализм там такая детализация мелкая так теперь черный цвет нужно найти такие красивые цвета красные вот цвета вот здесь можно подбирать вообще любые здесь не нужна какая-то гармония там как вот мы рисовали свет вот этот а это свет в окне и тут может быть что угодно любой тон какой вам нравится тут и рисуйте красиво смотрятся голубые окна бирюзовые хорошо смотрятся я вот нарисовала ярко-красное окно тоже красиво вот черный цвет здесь даже можно зеленые рисовать ну все что хочешь любой любой татон ой все-таки вот черный когда рисуешь вот такой знаете вот бывает картина я не очень люблю когда найти с замуленные черным цветом как то вот я даже не могу передать что я вижу вот не черный он сам по себе а он как-то вот в картине не знаю то ли черным вся картина нарисована но не квадрат я имею ввиду черный как тут есть очень много этого черного какого-то такого грязного вот не знаю даже вообще когда начала я рисовать не помню какой художник ну в общем полный типа отказ от черного цвета что они говорят что черным не нужно мол рисовать потому что его тяжело потом как бы вывести интересно продолжение как будет ну там например если ошибку сделал черным цветом то его тяжело будет там выводить и делала я черный из какой там цвет был коричневый и и синий вот такой насыщенный разбили такой серый без разбила он почти черный я лезу не туда куда надо люблю мелкая такая работа я такое делала и красками масляными но все-таки масляная краска она другая идете по другому разница в цвете посмотрите как играет я еще здесь ничего такого и не рисовала особенного но вижу игру она загорается на доме дом будет покрыть весь точками разнообразными вот этот цвет распространим сейчас должны мы вот нарисовать подложку вот смотрите такую картину можно без пятен оставлять вот если бы я ее начала рисовать вот это я так бы оставила это красиво ну мне нравится во всяком случае прекрасно 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 недалеко мне нравится рисовать домики значит у меня тут есть такая белилка но она чуть-чуть серой и краской это будет на черном нарисованы рамы это такой знаете художественный прием там где затемненные окна там рама светится белым ух цвет как играет разница в цвете а как играет переливно черный так конечно не сыграл а это вообще прелесть тут главное провести ровно все такая миниатюрная работа сегодня у нас тихо вроде и здесь прекрасно прекрасно и удивительно можно и порисовать вот вечером видите за день как то так тишина все угомонились ребята мои маленькие так черный еще нарисую дальних окнах черный цвет дальние окна черный цвет так это это и мы мы тут конечно надо чтобы рука не дрогнула если что исправить тоже можно будет просветить черное окно теперь надо бирюзовые взять и бирюзовые сделать окна тоже очень смотрится мне нравится голубые и бирюзовые значит поскольку у меня вот здесь поближе голубой в общем темный потому я не буду вверх делать одинаковый и сделаю бирюзовой ну чтобы не сливалось небо не сливалось с окном бирюзовая будет так и вот здесь хотя вот здесь вот можно было как раз и сделать голубой но ничего страшного так здесь уже не буду бирюзовой иначе сольется с небом там сделаю на ворот термали ультрамарин можно желтый сделать еще потому что свет горит и будет смотреться хорошо потому что вот это даст проекцию желтого тона их можно все сделать желтые эти окна как-то более квадратными смотрятся но свет пошел дай скажите можно было бы здесь желтым сделать ну как-то витрина может быть и не совсем высокая совсем как-то низкая к чему я эту витрину здесь сделала непонятно не может такое быть окно больше чем витрина совсем низкая что делать убирать коричневым закрасить потому что это тут не смотрится если здесь сделать плакат то его надо тоже выше поднимать в общем я закрашу сейчас это все краской и все коричневой раз и изначально не начертила как положено должно быть вот такой высоты а я не задала поэтому оно и не смотрится не дождалась пока высохнет поэтому смешивается желтым тут краснота такая краснота такая ладно пусть высыхает я потом его подкрашу так оранжевый оранжевый и желтый будет поблескивать значит теперь я пока оставлю окна в покое пусть они подсохнут я буду точки рисовать точки не забывайте они не палочки не квадратики . желтый вышел и оставил пятна пятна на вот здесь ой как красиво получается вообще только у меня не пятна уже птички какие-то получаются прям свет на окнах тоже свет играет на окнах с этим делом надо разобраться значит очертите четко границу прохождение света вот это все закрасить поскольку на углу дома а знаете еще значит будет вот здесь вниз но по крыше будут идти пятна от света вот так и теперь еще оранжевые необычно значит но я могу добавить еще желтого да теперь надо оранжевые сейчас я буду сбивать вот этот ореол я его буду раз немножко растягивать потому что сильно оранжевые сильно коричневые я должна смешать два цвета и сделать такой переход с такой своеобразный так оранжевый конечно не апельсиновый ну ладно значит ближе к краю пятна больше чаще чаще потому что мне надо совсем переходной тон тут иметь переход желтый желтый не закрашиваю пятна желтые не закрашиваю рядом умудрее ставить хотя на них тоже ставлю надо было сначала оранжевый а потом желтый делать я поспешила вкусняшки разложить вкусняшки значит оранжевый вытяну вот так так потому я поспешу капельки они не яркие желтые яркие а эти такие знаете глухие то что мне нужно яркость тут не надо, потому что потому что вот это еще подкрашу. Так, сокращу. Ой. Ну, конфетка прямо вот. Ну, конфетка и все. Вкусненькая конфетка. Дочки блестят. Тут блеснули, тут блеснули. Свет. Света много тут. Тут много света. Света так много, что даже сами окна засвечены. Вообще прелесть. На этот дом свет не падает. Край. Тут еще у меня высыхает, я потом подкрашу край. Смотрите, какой прием интересный. то, что я думала, получилось еще красивее. Не дом, а вот шедевр, шедевр. Так, дальше рисую следующий. Это тоже начну с оранжевого, а потом разложу красный. Главное, не перейти из точек в непонятности. Пусть как были точки, так они должны у меня стоять. Тут точки. по крыше. Свет играет тут везде. Как раз сейчас вот оценим, есть желтая и нет желтого. Что загорается больше? Ну, конечно, конечно, этот момент загорается. Здесь свет тусклый. Одного мало. Одного оранжевого мало. Ой, желтый захватила без красного. Ну, ничего, получается, еще интереснее даже. Как можно нарисовать? Еще же белый будет. Я везде прокрашу оранжевым, потому что у меня наведенная краска высыхает. и мне нужно ее максимально сейчас использовать. Смотрите, значит, пятна одновременно как будто бы кирпичики блестят и вроде бы нет. Знаете, как они выполняют столько заданий. Вот, с желтыми это без желтых пятен. Тут, конечно, знаете, как на волне. Раз, и вся волна пенка вроде бы голубая, несколько пятен ярких белого и получается вся волна белая, но она играет с такими лучами. так, сейчас сделаем. Значит, у серединки больше и дальше уходит мало. конечно, детализировать хочется внимательно, но мне нужно снимать очки, прищуриваться, чтобы я видела, где играет цвет. Значит, та же самая история. Сделаю немножко полосочек. Какая прелесть! Какая прелесть! И тут хочется где-то блеснуть. Редкие пятнышки. Дальше реже, реже. Ух! Вот тебе и пятна. Видишь, как получается? Прелесть такая. Мне очень нравится. Да. Да? Смотрите, как отделяются не нарисованные, карандашом раскрашенные, но они стоят дома. Видите? Стоят. Тут не важно, какой будет цвет. Какой-то темный. Я его сейчас даже могу не рисовать, а буду рисовать, когда дорожку начну рисовать. Сейчас нарисую только дома. дома, потому что еще не наделано. Тут я решу, потому что воду нарисую. вода должна отличаться от земли, хоть тут и даже и будет мокро, а может и не будет. В общем, не знаю это по ходу. Я по ходу пьесы буду придумывать, пока это очень интересно. Дома очень интересные. Мне нравится. Значит, осталось дорисовать рамы черной краской на дальних вот этих вот и чуть-чуть и белой. Тут немножко у меня есть черных окон. Просто я обозначу так слегка. Вам вот так научиться рисовать очень легко. видите, мы просто с вами ставим пятна. Ничего тут такого сложного, но вы всегда будете с прекрасной такой картины получите от этого удовольствие, потому что нарисуйте симпатично. и не напрягаясь. Абсолютно тут ничего такого сложного. Так, черный цвет. Мы с вами вот подробно тут разбираем, как это все рисуется. но это может быть любая краска, потому что вот такие рамы вы хоть гуашью будете рисовать, хоть какую-то еще красочку возьмите, масляную, будете там может быть высушивать слоя. Такое тоже можно. Или рисовать мастихином примерно, примерно как бы что оно тут есть, немножко так отдаленно напоминающее окна. А рамы процарапывать, я тоже так рисовала и нормально, получается очень даже интересно. не завалить эти рамы. А то у меня это маленькое окно, это какое-то высокое. Сейчас подкрашу чуть-чуть выше черное. Что-то поменял рамы, у кого-то остались деревянные с тех далеких времен. Тоже может такое быть. Красота. белые фонарики, белые точечки, несколько штучек. Фонарик просто кроленький. беленький только здесь будет. Вы знаете, даже не буду ничего здесь больше исправлять. Мне как бы хватает и этого. Осталось нарисовать черным столбы. Столбы фонарные. самый ответственный момент, что рисовать придется без линейки. Ой, ой, ой. Можно было их, конечно, подвесить. Вот так. Значит, это будет чуть светлее. А это еще чуть светлее. Они так и просятся прямо сюда, не буду я их ставить. Пусть они возле дома стоят здесь. Стрелять начали пол десятого. Не хочется, конечно, в подволочи. толстая. Будет это толще, чем это. представьте, что нужно здесь разложить свет на земле и точно так же его распустить по земле. Какая это будет красота. Ну, или выбрать продольное, как вот здесь в отражениях. Но рассуждение о рисовании света на воде и здесь это уже у нас будет следующий урок. А на этом я пока заканчиваю. Мне очень нравится, конечно, может быть, здесь нету какой-то зелени, но мне она здесь не особо и нужна. Деревья, по идее, могут быть и подальше, а здесь прогулочные такие дорожки. Конечно, я не рисовала здесь здания, которые в полумраке там какие-то. Нет. Пока еще не рисую. Пока у меня еще вот это все идет и там еще я не решила, как тут я распоряжаться буду далью. Ну, мне это очень нравится. А свет вот этот на домах получился лучше, чем вот, мне кажется, везде здесь такой вот перелир. По-видимому, здесь желтым тоже нужно вот так прокрасить. но не буду отягощать сейчас сюда залазить, потому что здесь еще нужно поработать и тогда мне будет видно. Смотрите, здесь коричневая зона и как бы здесь коричневого нет, но у нас будут лавочки, они будут такого же тона и они у меня деревянные, как бы в общем это насаждение, свет на насаждениях, здесь здания и коричневые лавки. И здесь коричневый будет к месту так как бы гармонично смотрится. Вот этот цвет, который здесь фиолетовый, он смотрится как бы одинаково. и небо вписывается вообще прекрасно. Вот здесь можно немножко больше пятно сделать синее, чтобы было казалось, что оно продолжается. сейчас я попробую прям небольшое место закрасить. Вот здесь мне хочется в общем подбавить этот угол и вот этот закрасить угол. Смотрите. оно конечно может быть приблизит даль, но и создаст в то же время композицию вот этого пятна. Смотрите. Вот оно ушло сюда и где-то вот так ползло вот сюда. смотрите как интересно сейчас я сделаю композицию этого пятна синего и вы мне скажете. Смотрите как интересно как получается врослись эти два пятна. Вот это дальнее. промежуток есть, но есть к нему и вот это как бы проекция. Все. Я нарисовала эти пятна. Уходящее и приходящее сюда. Здесь уходящее все. Смотрите как мы это пятно обыграли. За одну секунду я создала соединение неизвестного мне пятна и этого пятна. И даль у меня теперь имеет какие-то детали. Какие-то деревья. Какие-то что-то там такое. И на этом фоне очень хорошо смотрится вообще вот это все. Значит вот это надо будет синим запустить. Тогда у меня здесь получится эффект воды. Вот такой коричневые отражения зданий с водой с вот этими деталями вот здесь яркими и темно-синим небом. Вот таким вот здесь. Это будет темно-синяя вода. прелесть. Ну а я с вами на этом прощаюсь. До свидания. До скорой встречи. В следующем фильме мы с вами нарисуем воду. Вода будет состоять из двух частей пордюры отражения и вода. Вот сегодня мне пятерка. пока. Смотрите как мы обыграли синий цвет здесь и насколько увеличили пространство. Правильно поставили домики. Нужно тени разложить. ох поиграть тут можно вообще. Ну какая прелесть. Прям стоят, да? Вот это проекция такая красивая перспектива. Не будем спешить, будем потихоньку искать моменты. Сначала детали большие рисуются, потом подгоняется мелочь. Сейчас если тут что-то я сделаю не так, я буду потом не увижу. потому я землю сейчас не трогаю. Земля будет рисоваться везде одинаково здесь и здесь. Посадить деревья, костики. Ладно. Помечтаем. Пока.